Буквально пять минут назад мы приехали на набережную, чтобы снять осенние планы. И тут по Волге шел теплоход, который неожиданно задымился. Люди стали просить о помощи. Буквально через пять минут на набережной оказались спасатели МЧС. Пока на пляже разворачивался штаб оперативных городских служб, в панике с полубы корабля выпрыгнули два человека. Патруль ГИМС выловил пострадавших и доставил их на берег. У Ивана Иванова сломана нога. Повредил аборт корабля, когда бросился в воду. А скажите, а как вы в воде оказались? Я испугался, было страшно. Огонь был. Я прыгнул. В воде не замерзли? Холодная вода? Холодно. Вовремя спасатели подъехали. Спасли. Оказалось, что кораблекрушение – это всего лишь сценарий командно-штабных учений МЧС. На Омике было 40 пассажиров и команда. Всех доставил на берег спасательный отряд Самары. На пляже людям оказали первую помощь сотрудники медицины катастроф. Основные травмы – перелом ног и рук, отравление от дыма. Есть там пострадавшие, потому что в дыму люди могут и чем-то надышаться, и налететь на какие-то препятствия и так далее. Вот. Катерами их эвакуировали до берега, а, соответственно, отсюда спасатели совместно с пожарами доставили в докорец скорой помощи для врачей, которые их осмотрели и, соответственно, часть людей в лечебное учреждение увезли, а часть людей в прибывший автобус для обогрева. Марк Гулевич ехал на Омике, как обычно, после работы домой в Ширяево, но, по легенде учений, во время взрыва на корабле получил сотрясение мозга. Я шел и ударился о потолок. Оперативный штаб Самарского областного центра медицины катастроф получил сообщение о терпящем бедствии теплоходе примерно в половине девятого утра. И уже через 20 минут шесть экипажей скорой помощи и бригады экстренного реагирования развернулись на пляжи и помогали пострадавшим. Произведена регистрация пострадавших, осуществлена эвакуация. Все пациенты распределены по больницам. В больницу Пирогова отправлено 12 человек, в больницу Середавина отправлено один ребенок. В это время на пляже уже работал оперативный штаб МЧС, полиция, поисковики и представители городской власти. По предварительным данным произошло возгорание и взрыв топливного бака. Целостность корабля не повреждена была, поэтому было принято решение осуществлять тушение пожара на плаву, то есть на якоры. Все оперативные службы сработали на твердую четверку. Подобные учения только на других видах транспорта и в жилых кварталах в ближайшее время пройдут и в других городах и районных центрах Самарской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.